Вор в законе Гули неожиданно вернулся в Азербайджан. По данным азербайджанских СМИ, 46-летний вор в законе Надир Салифов по кличке Гули прилетел в Баку. Причины его визита на родину не раскрываются. При этом отмечается, что теперь над ним нависла угроза снова попасть за решетку. Как напоминает канал Ватан Чириме, влиятельный криминальный авторитет и один из кандидатов на титул босса всех боссов, главного мафиози России, Надир Салифов, отсидев 22-го года за решеткой и освободившись от Схейун досрочно, отправился в Стамбул. После ареста в России 64-летнего Захария Калашова, Шакра Молодой, Гули стал одним из претендентов на участие в переделе криминальной власти в стране. В итоге Надир Салифов был отправлен МВД РФ в международный розыск по линии Интерпола. Правоохранители уверены, что Гули с целью получения выкупа, находясь в колонии, организовал похищение без осмена в Москве. К тому же за решеткой вор в законе умудрился стать одним из самых богатых лидеров криминального мира в РФ. После политического сближения России и Турции для Гули появился риск депортации в Россию, из-за чего ему пришлось переехать в ОАЭ, откуда он продолжил управлять группировками по сети. За последнее время в РФ усилилась активность сторонников Гули, особенно это заметно в Москве и Свердловской области. По словам специалистов, на сегодняшний день практически все рынки находятся под контролем банд, связанных с Алифовым. Продавцы платят дань, поступающую на счеты лоту Гули. На этом фоне нацполиция Украина сообщила, что на сегодняшний день в стране живут 15 воров в законе, причем 12 из них являются долларовыми миллионерами. Как рассказал в соцсетях глава ведомства Вячеслав Абрыскин, во времена СССР подобные люди практически всегда сидели в тюрьме, а вне зоны буквально скитались без своего дома. Теперь же они буквально ушли в бизнес. На сегодняшний день в нашей стране постоянно находятся 15 законников, из них 12 – долларовые миллионеры. Они совсем другие, чем те воры 80-х годов. Они хотят иметь не только воровскую власть, а и обычную, так как активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве. Сюда имеют своих вставленников. Они стали уже своего рода воровскими топ-менеджерами, отметил Абрыскин. Читайте также. Трое рядовых требует от Минобороны 6 миллионов рублей за инвалидность после стрельбы по ним из танка. Видя, он призвал принять соответствующий закон для борьбы с лидерами криминального мира. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok